Новый виток. Соглашение о взаимном сотрудничестве подписали Агентство по финмониторингу, Нацпалата предпринимателей «Атомикен» и Уполномоченные по защите прав предпринимателей. Документ затрагивает вопросы защиты бизнеса и борьбу с теневой экономикой. Важность и значимое соглашение будет ощутимо позднее, когда оно заработает. А пока участники встречи поделились своим взглядом на права предпринимателей. Еще в начале года АФМ внедрила практику и приняла алгоритм согласования вызовов предпринимателей по уголовным делам с центральным аппаратом. При небольшом росте регистрации дел на 40% снизилось количество вызовов предпринимателей в качестве свидетелей. 10 мая главой государства подписан указ о мерах по либерализации экономики. Поэтому руководителям ДЭР запрещается регистрировать уголовные дела без акта проверки уполномоченного органа. Также до вступления в силу решения госоргана либо суда при процедуре обжалования. Жалобы бизнеса на действия сотрудников обоснованы, продолжил Дмитрий Малахов. Поэтому департаментам нужно согласовывать с аппаратом вызовы всех без исключений. Еще нужно наладить тесное взаимодействие с региональными палатами предпринимателей, а не просто проводить формальные встречи. Еще раз подчеркну, агентство готово и открыто конструктивным предложением по совместной выработке мер по защите прав предпринимателей. Уверен, что сегодняшнее мероприятие даст новый импульс к более тесному развитию нашего сотрудничества в деле по защите бизнеса. Палата между тем подчеркнула, что вопросов много, но а то, что идет контакт и диалог с агентством, это продуктивно и дает свои плоды. К тому же уголовный процесс для бизнеса – это колоссальные потери по времени и материальным затратам. Нельзя сказать, что все вопросы решены, но то, что работа ведется – это факт. Поэтому мы договорились с руководством АФМ о том, что вот эта работа будет продолжена. Основной фокус будет на регионы, основной фокус будет на те тематики, которые связаны с теневой экономикой. Подписанный трехсторонний меморандум удовлетворил все стороны, тем более в свете последнего указа президента о либерализации экономики. Было важно все-таки зафиксировать, что нашей общей целью всех и моей, и АФМ, и в принципе всего государственного управления является развитие и защита предпринимательства, как основа рыночной экономики. И я очень рад, что агентство это понимает. И надеюсь, что нам не придется применять полномочия по делу без дела, когда у нас есть личный контакт, когда мы можем очень многие вопросы на месте решать. Потому что цель у нас одна – это защита и развитие предпринимательства. Таким образом, системная работа по защите добросовестного бизнеса, снижение доли уголовных дел, полная видеофиксация следственных действий и более 80% дел в электронном формате дают бизнесу уверенность в защите прав и интересов.